Всё, что делается с любовью, всегда получается, всегда вкусно, всегда полезно. Свадебные караваи, весенние жаворонки из добного теста, ржаной хлеб на закваске, пшеничный с мёдом. Секретами своей выпечки участники муниципального семейного конкурса «Пекари-любители и добрый хлеб» с удовольствием делились не только с членами жюри, но и со всеми гостями фестиваля добрых дел. Он впервые прошёл в Балакове и был посвящён Международному дню хлеба. Здесь в составе просто вода, сама закваска, мука, цельно-зерновая пшеничная, сахар, соль, всё. Делается просто быстро наш каждодневный хлеб, пеку примерно раз в неделю. Называется «Дарлинский». Этот рецепт был изготовлен в 1933 году в городе Ленинграде. Его можно есть людям, которые сидят на диете, худеют там, или по заболеванию, по какому-то здоровью не могут есть обычный хлеб. Его можно кушать. Я в хлеб вместо сахара добавляю мёд, и поэтому тесто получается легче и ароматнее. И использую по возможности кунжутное масло, а не подсолнечное. И поэтому вкус у хлеба получается очень особенный. Заявки на участие в конкурсе подали 16 команд – представители различных организаций города. Они не только представили на дегустацию свои хлебобулочные изделия, но и организовали необычные презентации. Видно, что готовились очень тщательно. Презентации просто на десяточку почти все. И чувствую, что с душой подошли. В итоге победила команда «Хлеб да соль» из лицея номер один. Второе место у команды «Хлебной семейки» – крутой замес. Третье место завоевала команда «Дружба народов» из 15-й школы. Специальным призом отметили команду «Весёлая стайка» детского клуба «Чайка» центра «Ровесник». Все участники конкурса были награждены дипломами и поощрительными призами от компании «Фосагра». Именно она и стала инициатором проведения конкурса и всего фестиваля добрых дел, коих в копилке химиков немало. Я очень рад, что в этот солнечный яркий день волоковцы откликнулись на наше приглашение и пришли в этот замечательный театр юного зрителя на наш экзамен, который называется «Фестиваль добрых дел». Это наш отчёт, как мы живём, как мы работаем. Сдавать экзамены всегда сложно, но когда ты уверен в своих силах, всё проходит на отлично. На фестивале добрых дел жители нашего города познакомились с проектами, которые реализуются в Балаковском районе при поддержке компании «Фосагра» и Балаковского филиала АО «Апатит». Помощь предприятия весьма разнопланова и оказывается Свято-Троицкому храму, школе номер 25, детскому дому и детскому саду номер 70, спортивным клубам «Протон», «Турбина», «Автодор», а также детским спортивным школам, которые находятся под крылом организации «Дрозд Балакова». А ещё компания выделила 10,5 миллионов рублей на приобретение квартир молодым медикам, которые приехали в Балаково работать из других городов и даже стран. И это далеко не полный список добрых дел от компании «Фосагра». На протяжении уже последних нескольких лет в конкурсе, который учрежден администрацией Балаковского района среди всех меценатов города, Балаковский филиал «Апатит» занимает почётное первое место. В целом, поддержка бизнеса общества за последние пять лет органы местного самоправления составила более двух миллиардов рублей. И более половины из них – это средства Балаковского филиала «Апатит». Свой фестиваль добрых дел химики постарались сделать ярким и запоминающимся. Творческие мастер-классы, спортивные соревнования, возможность сфотографироваться с любимыми спортсменами, почувствовать себя в роли механика клуба «Турбина» или звездой баскетбольного паркета, погрузиться в мир науки и даже заглянуть в будущее вместе с ребятами из «Фосагра» классов. Всё это наполняло сердца гостей праздника позитивными эмоциями. Такие мероприятия очень нужны нашему городу, потому что каждый является потребителем этой продукции. Хлеб всему голова, как говорится. Во-первых, надо увидеть, какие у нас рукодельницы. Во-вторых, конечно, то, что мы хлебный край, это тоже надо знать, понимать и ценить его. А какое разнообразие выпечки, ну это же вообще красота необыкновенная. Я, например, больше знала информацию о такой компании, как «Фосагра», о том, что они спонсируют такие детские проекты, как спортивные проекты «Дрост». И потом для детей лишний раз развлечься, прийти, пообщаться. Семь часов Балаковский театр юного зрителя гудел как улей. Настоящим сюрпризом для участников фестиваля стал ещё один подарок от «Фосагра» – спектакль в исполнении артистов Саратовского академического театра драмы имени Слонова, которые рассказали историю о неизменных ценностях. А волшебники Саратовского театра фокусов «Самокат» и химического шоу в очередной раз доказали, что в жизни всегда есть место добрым делам и настоящему чуду.